всем привет дорогие мои друзья я вас рада приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник сегодня мы с вами напишем попросили чашечку кофе кленовые листочки такой осенний кофе укутаны в шарфика покажу вам как легко написать шарфик вязку вообще холстик у меня небольшой 18 на 24 то есть какой-нибудь и вытянутый формат берите можно также и 30 на 40 уместить подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы начинаем разбавитель white spirit без запаха кистья синтетика такая вот скошенная беру жиденько делаю красочку коричневой красочкой разделила приблизительно холстик пополам да и намечаю рисунок кружечка как видим она у нас смещена вправо и такими вот свободными линиями не совсем прям идеально их гладко поворачиваем до шарфик это на излом лежит где-то плавно да то есть это разнообразно наносим рисунок нашего шарфика складочки свете здесь краешек шарфика теневую отметила где будет и намечаю наши кленовые листочки очень-очень мало красочки тоненький тоненький слой на разбавителе нарисовала листочек центральную до сначала линию прожилку вот эту вот и от нее как бы в одну сторону 2 и в другую да такие как звездочку типа рисую или снежинку что такое и вот закругление у них во внутрь идут у кленовых листочков то есть они не особо сложно-то и пишутся и вот насколько вот эти вот не центральную самую ту прожил куда боковые как вы их изогнете так вот вас и листочек будет изогнут повернут то сделайте их разнообразно за шарфиком там кусочек листочка и такими вот пятнами намечу где у меня будут грозди рябинки лежат не те которые отдельно вот именно массу то есть отдельные мы потом их прорисуем сейчас их смысла нет намечать просто такими вот пятнышками уместами охра коричневые белилки на большом количестве разбавителя вот так вот у меня будут под такими диагональками идти наша поверхность деревянная да что то такое возможно стол какой-то деревянный закрываю таким цветом обратите внимание на картине что левый край у нас темнее мы его слегка затемняем ближе к правому краю становится посветлее те же оттенки добавляем только немножко больше белил и вот первый слой да пока у нас холстик сухой красочка тяжеловато ложится мы как бы на большом количестве разбавителя чтобы нам потом было комфортно работать первый слой так тоненько жиденько закрашиваем и вот уже более такими вот диагональными линиями ведь и разбавитель прям течет тонкий слой начинаем наносить вот эти вот фактурку деревом начиная от края холста и виду вот снизу по направлению к центру да и сверху по направлению к центру щели между досточек индиго и коричневый цвета внизу досточки так как они у нас в перспективе да видимо они чуть-чуть поуже и книзу расширяются более темным цветом беру красочку уже поменьше разбавителя немножко прям на краешек кисточки чтобы она оставляла такую вот полосатость вот прям от самого верха и такими вот движениями довольно таки резкими наношу оттеняю под шарфиком там где у нас будет он лежит у нас да там теневая и так полосатенько наносим красочку что бы получился мягкий переход вот именно с левого угла до вправо как вот сделать вот полосочки да как их угадать постепенно начинайте просто с темного угла и постепенно на кисточке будет красочка заканчиваться и с описать она будет уже потоньше меньше краски не подключаем краска будут заканчиваться меньше ложится и то есть постепенно она будет светлее то есть вот так вот и более таким вот неаполитанская желтая с белилками на более светлых также оттенков сюда наносим полосатенько кисть возьму такую щетинку веерную и все это дело аккуратненько причесываем по направлению вот этой вот фактурки деревянной разглаживаем смягчаем не переживаем за листочки за рябинки да то есть закрываем смело красный с капелькой коричневого тоже довольно таки жиденько сейчас закрываем там где у нас шарфик направление мазочков также вот как у нас лежит шар то есть стараемся повторять его изгибы и мазочки довольно таки смелая то есть как бы не сижу не вырисовывая до смелыми крупными мазочками заполняем неаполитанская белилки чуть-чуть коричневой таким пока цветом закрою кружечку чтобы избавиться от белого холста чтобы он нам не мешал видите оттеночки все нам нужно закрыть его до каким-то цветом соответственно так как у нас крючка такая бежевая то есть не соответственно синий туда не будем даже то есть приблизительно теми же оттенками которые нам нужно и вот там где будет кофе чистым коричневым темно темно так вот тонким слоем закрыла охра желтым пятнышками закрываю там где будут листочки видите подмешиваются цвета стола шарфика ну это пока не суть важно то есть мы закрыли приблизительно бить меня где такими круговыми движениями накручиваем там где будут грозди рябинки лежать уже беру красочку более пастозная красный цвет закрываю шарфик уже создаю красивые формы до пытаюсь увидеть сети изгибы и в красный добавляю индиго и туда его прям в красный вписываю чтобы получить теневую показываем изгиб край шарфа изогнулся и границу мягенько уже сухой кисточкой растушевываем здесь немножко оттеняем это вот хвостик который у нас сторону дальше и шарфик непосредственно сам который обнимает у нас чашечку его также прорисовываем кружечка белилась неаполитанской белил побольше уже посветлее делаем кружечку ручка посмотрите как интересно она изгибается то есть вверху она у нас более толстенькая да и потом пошла к вот в тень она уходит коричневый и с белым писали теневая там в глубине чистым индиго то есть внутренняя часть ручки кружки будет в тени и вот мы верхнюю часть белилками прям до постой как показали то что у нас на свету то что в тени у нас белила с коричневым такой вот оттеночек как кофе с молоком и вот она светлая и плавно уходит тень овал кружечки более светлый делаем внизу беру немножко коричневого и так вот сухенько втираем подмешивается немножко красный шарфик за это не переживайте белый цвет он на себя берет окружающие оттенки очень хорошо рефлексы передает если у нас красненький где-то там слегка будет до краснить то есть это ошибка не будет более уже так вот пастозно коричневым цветом заполняем нашу кружечку кофе наливаем коричневый цвет закрываем уголочки у этого овала кружки не делайте идеально такие вот прям скругленный чуть-чуть они заостряются посветлее чуть-чуть в края кофе идет на просвет да там толща кофе уже не такая большая поэтому немножко там будет посветлее коричневый затемнила кружечку еще там где у нас с шарфиком рядом и вот беру вот этот вот тоже не аполитанка в разбили и такими вот макательными движениями пенку покажем она смешивается уже с коричневым до добавляем еще поярче в некоторых местах то есть несколько оттеночков пускай будут такие вот темно-бежевые до светло-бежевые и вот сами вот эти вот пузырики на беру и коричневым ставлю такие пятнышки побольше поменьше разнообразные и также немножко в стороне может быть пенка немножечко немножечко показала ободок кружечки делаю поярче беру уже более белил более постов на ведь это такая граница прям красочка постов на лежит поправляю контуром вверху кружечку посветлее чуть-чуть уже когда мы прорисовали кружечку до когда она у нас готова уже закрываем на переднем плане шарфик красным цветом пока красным цветом потом все теневые оттенки мы будем вписывать на непосредственно красный повторяю все изгибы изломы шарфа не забываем про направление мазочки и вот начинаю намечать тени смотрите есть тени которые вот шарфик загнулся и такой вот конкретная тень до туда я добавляю беру индиго вписываю в красный а где мне надо тень помягче сделать вот хотите да чтобы она оттенилась на такая мягенькая была тогда беру коричневым не такой получается не такая глубокая не такая темная просматриваю форму кружечки чтобы хорошо увидеть до отходите либо покажите картину зеркало то есть будет видно пропорции то есть никуда на вас там не искривилась также хорошо на камеру телефона допустим не обязательно фотографировать а просто через камеру телефона посмотреть на работу и добавляю видите где помягче там коричневый где потемнее там тени индиго за чашечкой на красном он тоже теневая и вот кружечку можно подрезать где-то с наружной стороны цветом шарфика с внутренней кофе самую вот эту форму толщинку и затемняю еще ведь и очень светлой поверхность светлая стала добавляю коричневого в левый угол вот здесь в шарфике там совсем темнота прям индиго закрываю довольно таки черноком и коричневым какими тоже беру коричневые немножко на кисточку на и более просто вот плотнее наношу то есть вот эти вот полосочки которые от кисточки остаются они как бы более плотно друг другу ложатся и более потемнее становится наша поверхность но сквозь нее видно да то есть какие-то светлые вот эти вот подложечка которая наша более светлая видно и вот постепенно видите на кисточке красочка заканчивается и я двигаюсь постепенно постепенно в правый край то есть так вот получается такой переход если пропали где-то вот эти вот наши расщелины добавляем ватная палочка красный с коричневым вот таким вот нехитрым движением начинаем накручивать наши ребенки побольше поменьше то есть заходят рябинки друг на друга где-то там между ними может быть просветно не идеально их ровные делаем то есть так будет более естественно правдоподобно и не надо прям делать добиваться идеального кружочка какого-то то есть и начиная вот где-то отдельные да вот здесь несколько ягодок тоже побольше поменьше разнообразно где-то 2 рядом где-то одна вообще в стороночке дальше что касаемо вот этих грозда чик которая да у нас тоже старайтесь их не делайте чтобы все были какие-то одинаковой формы такого быть не может и вот этих вот одинаковостей нужно в картинах стараться избегать на краешек кисточек кисточки прямо на уголочек беру индиго коричневый где-то в рябинках самые такие вот теневые места показываем эти кое-где показала то есть уже какой-то получается объемчик то есть не совсем она у нас плоская ну и соответственно теневая там где они у нас на столе лежат до под ними оранжевый с красненьким и желтеньким поярче делаем макушечки рябинок можно добавить белилок только аккуратно с белилками совсем-совсем по чуть-чуть добавляем не чтобы не пересветлить не убить красный цвет убилила они у нас цвет убивают и вот уже побольше белилок на каких-то не на всех а так вот на каких-то отдельных рябинках мы покажем бличочки бличочки тоже делайте разнообразные какое-то какой-то блик такой уже будет пускай на самых освещенных на более пастозные на каких-то еле заметны разные формы размера и вот таким резким движением вот кота рябинок в сторону видите резкое движение дает вот это чтобы нам не сидеть не растушевывать плавно тень да а то есть когда мы резко наносим она сама по себе получается такой этом плавная у нее заканчивается не резко и вот сейчас начинаем вязать шарфик красный с белилками с оранжевым прям на ватную палочку набираем красочку и начинаем вязать шарфик как бы лицевые петельчики кто вязал краешек делаем и вот такими нехитными движениями также на ватной палочки краска заканчивается плюс она смешивается там где у нас и теневая до было индиве нанесен она само собой уже на холсте смешивается и становится темнее то есть вот это вот постепенный переход из света в тени получается а можно допустим красочкой да вот так а можно просто без краски ватной палочкой брать и эту красочку протирать это же получится вязка то есть смотрите кому как удобно можно сухой протирать можно более светлой красочками носить и так и так в принципе как видите особо разницы такой нет красиво получается и так и так и вот вяжем не не надо делать каких-то идеально ровных рядочков до ткань у нас неровно лежит она у нас с изгибами с изломами то есть просто вот такими вот направление примерно смотрим до куда у нас идет вязкая куда вот эти вот сами изломы примерно в том направлении двигаемся а там закономерность рядков каких-то то есть смысла нет здесь желтый с охраны заполняю листочки пока таким вот цветом добавила больше пилилок немножко высветляю кое-какие места тоже резким движением вот прикладываю краешку на потом риск открыт отрываю чтобы светлый или вот оранжеватый до оттенок он плавно вплавлялся в этот желтый и вот самым краешком кисточки более темным красным коричневым нарисовала центральную прожилку основные сбок которые уходят до 2 на вес одной стороны без другой и так вот кое-где еще там показала какие-то мазочки то есть вот эти вот задала интересность этому листочку дать не прожилками буквально такими легкими касаниями остаются такие вот легенькие легенькие красные коричневые прожилки и по этому же принципу заполняем все листочки вот где красный да у нас там посложно лежит нужно больше красочки желтой на кисточку набирать чтобы она перекрыла красный либо если совсем уж неудобно да можно аккуратненько протереть это место и нанести и также кое-где вот этих вот прожилок вот здесь листочек он в тени то есть таких прям светлых добавлять туда не надо то есть больше охристый оттеночек у листочка подмешивается коричневая наша поверхность стала как раз хорошо у нас и желтого добавляю более светлого да ну видите насколько он темный по сравнению с теми листочками которые у нас собственно на свету находятся следующий листочек тоже на свету уже более яркий желтый немножко светлых немножко оранжеватых такой чтобы он был интересненький да не просто скучный желтый все таки побольше в нем оттенков было вот здесь тоже не особо такой яркий он будет внизу заполняем потом немножечко светлых моментика и оранжеватых и также красно-коричневым показываем центральную прожилку к основным да вот стороны и кое-где уже там нужно так вот по прикладывать тоже какие-то движения показать кончиком кисточки рисуем уже веточки веточки заходят на шарфик на рябинки красочки немножко легким легким движением и также их давайте положим на поверхность стола то есть и под ними нанесем теневую у этого листочка даже сделаю от веточки на стол как бы падать такая тень вот здесь красочки немножко беру и вот так вот затемняем и вот более таким вот оранжевым желтым уже как бы смотрите по своей работе да мне вот я отошла посмотрела и не захотелось немножечко под высветлить шарфика где вот на свету он более поярче вот этих вот вязки этой посветлее сделать то есть здесь уже идет уточнение как бы нужно вам посмотреть и понять надо вам это или нет вот поближе вот посмотрите от ягодок тень видите такой резкий мазок и тень она постепенно сама уходит на нет вот такая пенка вязка где-то протерта где-то красочкой нанесена листочки ягодки листочки вот такой осенний кофе у нас получился дорогие друзья спасибо за просмотр поставьте лайк этому видео не жалейте лайков ставьте поддержите канал я желаю вам всем отличного настроения на этом с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока